Интерфейс, вы запустили работу оборудования. Три, два, один, нажали! Нажали и запустили, правда в тестовом режиме, новый комплекс термического обезвреживания отходов. Система предназначена для сжигания песка, опилок, отработанного угля, других нефтезагрязненных грунтов и отходов лакокрасочного производства. Словом, оборудование должно сделать Ярославль более экологичным. Отходы на комплекс поступают из соседнего помещения. Вот в этом цилиндре они проходят термическую обработку, а затем тепло по трубам переходит в соседнее помещение. И находится паротурбинная установка, где тепло уже превращается в электричество. Такой вот замкнутый цикл полученной электроэнергии питает весь комплекс. Кстати, очистке подвергается не только ТБО, но и газ, который выделяется при горении. В атмосферу после обработки выбрасывается минимум вредных веществ. Этот крутящийся цилиндр, барабанная печь, позволяет в час обезвредить больше полутонны отходов. При этом оборудование высокотехнологично. Есть даже выражение бесчеловечной технологии, то есть без использования присутствия людей. То есть технология управляется с операторской. В данном случае операторская находится на территории этого объекта. Комплекс в Ярославле построили за 300 миллионов рублей в рамках инвестиционной программы РЖД. Поэтому обезвреживать здесь будут в основном отходы, образующиеся на предприятиях железнодорожников. Областные власти уверены, что этот пример должны подхватить и другие организации региона. Если все предприятия будут так работать, то я думаю, мы с вами имеем значительные шансы, чтобы видеть красоту нашей природы много-много лет. Я уверен, что этот пример найдет своих подражателей, так как центр, который создан, опять же, РЖД, он функционирует не только в рамках акционерного общества, но и в целом работает со всеми предприятиями Ярославской области, внедряя лучшие практики и лучшие технологии. На программе по обеспечению экологической безопасности компания не экономит. Инвестировали около 50 миллиардов рублей в природоохранные мероприятия, естественно, под контролем и Росприроднадзора, и других наших контролирующих органов. Безусловно, мы исходим из того, что эта программа является одной из важнейших программ, которые мы реализуем, и все, что было намечено, мы намереваемся выполнять. Старания вроде этих были оценены, и на международном уровне существуют конвенции, предписывающие компаниям, использующим в работе вредные токсичные вещества, минимизировать их использование и утилизировать накопленные отходы. Новый комплекс в год способен обезвредить порядка 5,5 тысяч тонн отходов. Результаты российских железных дорог в части утилизации стойких органических загрязнений очень впечатляющие. Это должно послужить примером для других компаний, а также для других стран. Этот опыт нужно обязательно распространять. Завершилась встреча еще одним экологическим аккордом. Ее участники посадили несколько десятков саженцев деревьев. Андрей Децель, Сергей Ватин. День в событиях. День в событиях. Продолжение следует...